Вообще сегодняшнее мероприятие – это некая дань Богу. То есть мы должны всегда помнить о том, что она наша родительница, мать. Сколько достаточно покрупнее уже? Стерлядочка, смотрите. Она более освоена. Это среда для рыб, растений, водорослей. Все их существования должны быть в определенном... Друзья, всем привет! Сегодня у нас не будет ни рыбалки, ни грибов. А сегодня будем на берегу Великого Врага. Вам показывают церковь. Все ее узнают. Будем очищать прибрежный берег, где очень любим рыбаками. Вот сейчас посмотрите, сколько их уже машин стоит. Сегодня уходной день. Также очистим берег от лишнего мусора. Также будет лаборатория по очистке водоема. Ну, не по очистке водоема, а пробы воды будут. И вот машина уже приехала у нас. Доставка живой охлажденной рыбы. Осетровых пород. Будет порядка более 2000 осетровых пород выпущены. Реку Волгу. Нашу любимую ревную матушку, которая в Нижегородской области. Ну, смотрите, столько вот рыбаков. Сегодня день позволяет. Сходить и на рыбалку, и просто отдохнуть на шашлычки. Друзья, пока у нас вот пауза. Все готовится к открытию. Мы вот залезли в такой контейнер перевозной. Сейчас я вам увеличу, покажу. Вот, смотрите. Разных размеров. Побольше, поменьше. Сверх вообще малют выплывает. Ну, дай бог, что они приживутся. Нашей реке. Ну, саранка хоть процент погибнет. Сами говорят. Половина должна погибнуть. Хозяева рыбкозы. Ну, ладно, хотя бы половину пускай останется. А главное дело, что вера, что люди заботятся о Волге, хотя бы что-то делают. Давайте вам покажу. О, смотрите. На ее территории расположилось 39 субъектов Российской Федерации. 61 миллион человек проживает здесь. Вы представляете, сколько предприятий наносят бред? Вот, этому живому организму. И, конечно, тем обитателям, которые в этом живом организме живут, ну, иногда погибают. И поэтому, конечно же, от человека сегодня очень много зависит. И какой будет Волга завтра? Какой Волга есть сейчас? То есть, какая Волга есть сейчас? Потому что мы сегодня наблюдаем не только техногенное воздействие предприятий, наносящих, да, вот, сбрасывающих недостаточно очищенные стоки, но и конкретно от деятельности нас, простых людей, которые просто приходят позагорать, отдохнуть, половить рыб. Ну, мы оставляем после себя продукты своей жизнедеятельности, совершенно не задумываясь о том, что, насколько губительно это может сказаться на вот этом организме под названием Волга. Поэтому сегодня душу свою мы вкладываем в этот проект. Хотим, чтобы рыба, которую мы сегодня будем выпускать, прижилась, дала новое потомство. Мы хотим, чтобы рыба, которую мы сегодня привезли, это почти 2000 малька стерляди, прижилась. И потом дала уже новое потомство в естественных условиях. Рыбу у нас доставлено, сейчас будет контейнер подъехал, Экориал, посмотрим, забьем, не забьем моего мусора. Ну, наверное, я думаю, забьем. Много уже тут гадели зелеными манишечки. Они будут участвовать в сегодняшней акции благоустройства берега «Великий враг». Также к нам могут присоединиться рыбаки, ну, все желающие, которые могут помочь, хотя бы собрать за собой пакетик, убрать. Все, что они должны быть в определенном балансе. То есть, превышение и занижение тоже опасно. Вот раз сейчас мы и все приедем. Друзья нам сейчас объясняют, как будут брать пробы воды. В нашем месте проведения удовлетворительной акции. Хозяин машинки-то и не знает, что у него тут говорится. Итак, в принципе, да, заливаем стоящий укиллет, который, давай, копируется, чтобы не летел. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами собрались действительно замечательное месте в прекрасном волке нашего Кстовского района, Режиловской области. Вот, замечательные такие волки. Акция, которую сегодня проводим, я считаю, не просто замечательная, она удвоение замечательная, потому что участвуют в этом акции люди, которые не разрушены тем безобразием, которые творятся на берегах, в лесу и вообще в скалом, в природных условиях. А удвоение, потому что здесь присутствует наше подрастающее поколение, это дети, которые показывают пример взрослыми, и нам взрослым надо немножко придуматься о том, как тебя везти, находясь на отдыхе в лесу, на берегу, на рыбалке и в других местах нашей замечательной Режиловской области. Комитет ГОСТов от Назор на протяжении многих лет принимает активное участие в рыбоохранных мероприятиях по чистке берегов наших замечательных рек. В прошлом году мы проверили также замечательную акцию. Мы очистили 15 километров берег реки Волги в Ростынском районе. Было изъято и утилизировано более 40 кубов мусора. Кроме этого, мы в весенний и рестовый период проводим рыбоохранные мероприятия в взаимодействии всех полномочных органов уже практически 9 лет подряд. И практически каждый год мы изымаем из этих замечательных водоемов до 400-500 километров браконьерских сетей. Теперь давайте задумать, что такое 400 километров сетей, изъятых за два месяца, которые находятся во время нереста наших замечательных рыб? Кто их ставит, уважаемые мои друзья? Лунатики? Да. Поэтому надо много еще работать над собой, работать в коллективах, работать с людьми и так далее, для того, чтобы понять, что есть слово нерест, где в этот нерестовый период, в былые времена, даже колокола запрещали звонить. А мы в нерестовый период еще двух месяцев горсочкой отважных людей, которые насчитывают человек 50-60, и занимаем из этих водных просторов до 500 километров сетей браконьерских брошен, для того, чтобы уничтожить все то, что называется рыба. Но вместе с тем мы духом не падаем вместе с вами, я думаю. В любом случае, мы должны вести в этом плане порядок. И сегодня делается у всего сборного области и принимается губернатор может, для того, чтобы действительно в природе был порядок. И начали с того, что сейчас приводятся чистые сооружения, это главный, считай, вопрос, который необходим, потому что многие годы чистые сооружения во многих районах пришли в негодность, и все то, что делается у нас на заводах и так далее, оно сбрасывается в водоемы, в результате гибет рыба. И сегодня это из-за правильный путь. На жутком корону находятся губернаторы области, управительство области. Я думаю, что под этим последовательным путем очистные сооружения, очистка берегов, мусорные все эти площадки, свалки и так далее, я думаю, одним словом должны привести в порядок. Что касается зарубления, сегодняшнего мероприятия, я считаю это здорово. Это проводится на протяжении многих уже последних лет. В прошлом году, не ошибает память, мы запустили этот стерлинг, где-то 35 тысяч штук. Идет уборка прибрежной территории, вот здесь такая по церкви, как говорится, родник бьет, вытекает. Ну, достаточно чистая вода. Здравствуйте, господа отдыхающие. Здравствуйте. Вы пакетики взяли с собой мусорные? Да, все у нас есть. Молодцы, а то мы хотели вам дать. Мы за собой всегда убираем. Молодцы, молодцы. Ну, здесь, это правда. Мы за собой всегда убираем. Хорошо. Со всех уголков он несет в мешки. Ну, хоть что-то, какую-то каплю в море, но прибрали берег. Конечно, он не будет постоянно чистый, но все же, хотя бы, может, другие кто-то увидит это видео, с нами разделит эту, как говорится, боль, загрязнение наших рек. Подготовка к зарыблению. Пока сейчас заполняют воду. Вот сейчас Дмитрий, он стать его помощником в господинской балладе. Вот сейчас вам расскажет, ну, что вы узнаете, что вы узнаете у него, с какой-то водой. Я прошу ассистента, мне помню, что это нет. Что ассистента? Ладно. Итак, смотрите, водородный вказатель на данный момент полный находится. Насочение 8,2. Наиболее будет приятный для рыбы, это от 6 до 8. То есть небольшое превращение присутствия от малого неоперетичных. Гарбонатная жёсткость. Если в русских, наш вранжевский два с половиной. Это традиционно. Это нормально, да? А, это абсолютно. Батинги, 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 батинги. Ничего страшного. Ну, всё, вообще. Три дня на 102, там 4, естественно, это тоже норма. То есть, вообще, российская норма, это просто нет. Рассказки, сколько, где? Амиак, аморий, русские, не обнаружены. То есть, возможно, если будет небольшое значение, то это уже будет готово к слову, если с одним и другим. Маленький, проголодавый. Гарбонатная жена, говорит, что есть, говорите, что есть. Амиак, аморий, не перейдите, не так, что же не обнаружили, готовы идти. Нет. Лови, 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 лови. Да, Леславов привлёт. Ну, вот это, с тобой, вот это. Последние поставки. Последние поставки. Последние поставки, в принципе, пятой средой микроорганизмов, потому что не присутствуют в Москве. Алина остановится на 0,05. В принципе, от 0,01 до 3, это довольно готово. Вода чистая. Погнали! Будем ставить по карьеру. Сейчас пойдём. Вот, ребят, смотри, какая очень-очень меленькая. Стрелять, тут нам не видно её, мы сейчас поближе. Давайте это, наверное, туда. Жареный. Ну, пожалуйста. Побольше и поменьше. Нет, это маленькие, которые приживутся. Там побольше. Для наглядности, мы дали рыбку побольше ещё. Ах, какие миленькие. Посмотрите, какой ещё удач. А сколько вот их? Где это? Может, с долгом идут. Леда, Леда, а сколько это время? Сколько их? Возраст какой-нибудь? Возраст какой-нибудь? Возраст какой-нибудь? 3 месяца. И 3 месяца. Совсем маленькие. А сколько только у вас рыбы должны вредить? Чука наесть. 6 лет. 6 лет где-то, да. 6 лет. Ну, ладно. Здесь там корма много, она сейчас за год. Больших. О, крупнее пошёл. Больших поймайте. Нет, он там есть. Так, ты вижу. Этим малькам всего лишь 3 месяца. Вот вы видите, есть очень маленькие, есть чуть покрупнее. Кто как рос. А что у нас сверху? Ненормальный. Мы никак не стояли. С сверху была полна. Нормальный? А сейчас вот мы с кормом. А где вот сколько это месяц? Достаточно покрупнее уже. Стреляточка. Смотрите. А этой сколько? Она более освоена. А этим сколько вот? Этим 8 месяцев. 8? Да ладно. А они что, не кормят что-то? Да, он как раз вне. А она быстро растёт, а еда есть. Сейчас часть рыбы будут завозить на лодке и уже на глубине её, как говорится, отпускать в родную стихию, то есть в новый дом. Рыба сейчас завозит у нас, чтобы её более не спугнуть на глубину, потому что здесь прибрежная зона достаточно мелкая. Она испугается первое время и может часть упрыгивать на берег. Вот сейчас мы максимум прибавили, что у нас позволяет камера. Позволяет она нам немного. Ну, думаю, достаточно. Там уже глубина, наверное, будет порядка трёх метров. Главное дело, чтобы она в первый час не прибилась к берегу. Рыба сейчас будет подниматься вверх по течению. Там всё имеют свой инстинкт. Работает. Волга-матушка, так мы её называем. Но не только предприятия. Ухудшают её качество. Мы прекрасно понимаем, что весь этот мусор, который оставляем мы на берегах, приходя сюда на пикники, на рыбалку, бросаем всё после себя, оставляем. И вот этот пластик, пакеты, конечно же, вместе с волнами уходят в реку. И серьёзнейший вред наносит фауне, которая находится там. Поэтому сегодняшнее мероприятие это как некая дань, что ли, волну. Вообще каждый должен задумываться. Вообще сегодняшнее мероприятие это некая дань волну. То есть мы должны всегда помнить о том, что она наша родительница, мать. И вот оставлять вот так бездумно на берегах её остатки своей жизнедеятельности просто преступно. Поэтому сегодня как раз это и есть такое обращение к людям. Это... Я очень рада, что пришли дети вместе с нами. Потому что им здесь жить дальше. Они сейчас уже впитывают вот эти все настроения, правильные настроения, отношения к природе, к окружающей среде, вот такие положительные. То есть всё нужно делать с любовью к своей земле, на которой ты родился. Ну, глядя, что ещё событие стало, то, что мы выпускали рыбу, сколько, да, сколько теперь получили новую жизнь не знаю, мальков, да, и вообще тоже про эту часть. Ну, смотрите, акция состояла как бы из трёх составляющих. Это уборка территории, берега «Великий враг», известнейшего места, любимого места, международа «Великий враг», где находится великолепный храм великображский. Вторая часть была, это забор воды волжской на предмет качества. То есть мы проверили качество воды. Друзья, ну что, будем заканчивать сегодняшний репортаж. Сегодняшняя такая акция у нас благотворительная по очистке берега, плюс на зарубление рыбы. Аситра. Ну, всем спасибо, кто смотрели нас. Ставим лайки. Я думаю, дизлайков не будет. Всё, не забываем подписаться на канал. Всё, мы сейчас собираем аппаратуру и тоже выдвигаемся. Всё, всем спасибо, что смотрели. Пока-пока, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok